Уже восьмой год подряд люди разных национальностей, возрастов, профессий, живущие в разных регионах страны и даже за рубежом, приезжают в республиканский языковой лагерь «Хавал», чтобы поближе познакомиться с языком и культурой чувашского народа. О буднях лингвистов-любителей в нашем сюжете. У истоков создания такого лагеря стоит общественная организация «Хавал». В этом году изучать чувашскую речь решили более 50 человек. Многие из них приехали с Украины, Латвии, Люксембурга, Норвегии, Японии. Конечно, уровень знания языка у всех разный, а кто-то и вовсе услышал его в первый раз. Поэтому участников лагеря поделили на пять групп. Наряду с любителями в лагере работают и научные сотрудники, для которых глубокое погружение в язык – серьезная работа. В диссертации я исследую материалы разных языков и просто сопоставляю их между собой, сравниваю. Соответственно, типология изучает, что общего в языках мира и что различного. Ну и чувашский язык среди других языков как раз интересен своей структурой, тем, что, например, сравнивая с русским, мы видим, что совсем по-другому образуются слова, предложения строятся по-другому. Главный язык общения в лагере, конечно же, чувашский, но в разговорах можно услышать русский и английский языки. Особый интерес своей самобытностью вызывает язык эсперанта. Именно благодаря ему Масао из Японии узнал о существовании такой международной площадки. Он специализируется на изучении языков малых народов. Я считаю, что грамматика чувашского языка похожа на грамматику японского, поэтому чувашский язык заинтересовал меня. В числе тех, кто впервые приехал в лагерь, маленький Кирилл из Москвы. Он здесь няней, играючи, учит родной язык. Эпил с Кавранкина, Великиметёшна, Черчер Лейбург, Горно Черлейбург. Мне тут еще нравится. Все красиво. Воздух есть. В этом году, помимо обычных лекций, мастер-классов и спортивных соревнований, у полиглотов появилась возможность стать зрителями съемок настоящего сериала. На базе языкового лагеря прошла съемка третьей серии нового сезона проекта национального телевидения «Чуваши. Учим чувашский». Это сериал о приключениях москвича Андрея, который приехал в Чубаксары, чтобы учить чувашский язык. В принципе, я со своим героем очень схож, так как я тоже знаю хорошо чувашский, но только разговаривать о нем не могу толком. Мы обучаем чувашскому языку. Как для детишек, так и для взрослых не хватает практического материала. Очень мало видеороликов. Вообще очень мало на самом деле. И на бумажном носителе, и в электронном варианте. Большую потребность существования такого лагеря отмечают все специалисты. Лучшего способа освоить речь, чем погружение в среду, еще никто не придумал. Сабина Вишневская, Россия Мухаммедов, Республика.